Продолжение следует... Рядом стоит человек с наперстником Хошеном. Это первосвященник. Это Каяфа. У вас не возникает мысль, что римлян, который стоит рядом с Каяфой, это Пилат? То есть Аким, Кулагин, это Пилат. Ну, больше я думаю, что Назахия изображается. А Назахия это кто? Ну, надо описание писать, читать. Азахий, это один из ферсиев, который был законником. Он собирал поданий из народа, то есть налоги. Вот, и он брал, естественно, больше, чем положено, как и везде, и всегда. Но, когда Христос пришел в население, там, Ерехон называется населением, далеко от Иерусалима, то это, он хотел увидеть Христа. Там народ, множество народа вышло на встречу, а он просто там был очень маленьким. И он понял, что его не увидят, ну, предполагая, где пройдет Христос, он залез на дерево. И вот, чтобы увидеть, ну, когда Христос уже подошел, увидели его. Но на этом дерево залезть было нелегко. Это с помощью других людей залез туда. Там же, знаете, деревья какие? То есть он был ременем, да? Да. Он был захием, он был из Вячеслава Россию. Саму роспись он видел, да, тоже? И как он реагировал на это? Я не знаю, видел он, не видел, но он знает. А чья идея вообще была? Идея вот именно... Вы же говорите, любого можно было вписать. А почему именно Кулагина, чья идея? Мы, как потом увидели, ну, это ничего такого страшного. Владыка говорит, да. Ну, это есть, есть, да, но сегодня, как говорится, мы же не росписью, кланяемся Богу, молимся Богу и тем людям, святым, которые изображены на иконах. Вы говорите, что мы как бы поклоняемся святым людям на иконе, да? Это означает, что как бы сейчас наш Кулагин как к святым или как мы... А мы не планируем святым. Вот вы стоите в храме, да? А он просто стоит на стене нарисованном. Это как фотография. Это как украшение, да? Украшение храма. Да, что он имеет. К одной и к другой. Ничего нет. Если он был бы на алтаре уже, где самое главное сейчас, вот здесь. А, в Питере. Тогда можно было сказать, нет, подождите. Это святотарство, да? Мы не согласны. Бывшего кулагина или в алтаре. Вы говорите, что любой человек. Допустим, меня же не изобразят просто так, согласитесь? Это же как-то согласовывается. Вот есть же иконы тоже изображены шрамами. Сейчас, как в качестве присутствующих, я думаю, что ничего страшного. А как понять, он там присутствующий или он там святой? Нимба нет. Нимба нету, да, если... Присутствующий при событии, которые изображаются. То есть присутствующий при святых. Ну, при входе Господи. Вот при входе в Иерусалим. Вот он же один раз в год у нас входит и в храме, да? Так мы читаем, да? Один раз в год уже празднуется этот праздник. Он всегда входит для нас. Ну, что это? Мы же выходим в Иерусалим, в этот праздник. Мы же выходим с ветками. Уходим, молимся, молимся. Изображаем, вспоминаем то событие, которое тогда было. Изображаем. Ну, просто то, что там на иконе. Отличие святых от обычных людей, вот вы определяете. А раньше вообще были такие случаи, ну, конечно, не в наше время, а там каких-то царей раньше изображали вот так же вместе с Иерусалим? Да, вот вторую икону написали. От иконы многое зависит от сердца человека, от человека все зависит. Понимаете? Вот мы люди, как мы относимся, кто или иной, от нас все зависит. То есть, молиться можно в церкви, а можно вот на речку проходить, на других совершать. То есть, в принципе, это Богу угодно, да, будет? Богу угодно, только не нарушать канонические правила. А вот само место, то, что купол, многие говорят, что так вот высоко его изобразили, это ничего страшного? Обычно где-то возле дверей, говорят, изображали там. Да, купол это все-таки как бы вот, ну, как бы, на такой высоте именно его изображение появилось. Купол не имеет особенное значение. Не имеет особенное значение? Выше, ниже. Там его невозможно мерить. Скажите, да? Опять, слава Богу, храм есть, молиться есть. Это самое главное. Спасибо Вам большое. Одобрено митрополитом, одобрено правящим архиереймом. Значит, наше дело молиться, ходить. Он для нас строился, он принадлежит нам. Но каждому живущему здесь, каждому посвящающему, для всех, он служится. То есть, как храм, это не что иное, как бы личное кому-то. Храм, это общий долг. То есть, частица принадлежит и нам. Потому что он строится для нас. Чтобы мы могли иметь возможности и место, где приходите молиться. Вот из чего храм и существует.